Перевёрнутые автомобили и обломки. Так выглядят улицы города Бахри на северной окраине столицы Судана. Противоборствующие стороны, которые развязали конфликт, снова обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Бои продолжаются уже третью неделю. Есть опасения, что они перерастут в полномасштабную гражданскую войну. В ходе боёв сотни гражданских погибли, тысячи были ранены. Конфликт начался 15 апреля между Суданской армией и военизированными силами оперативной поддержки. Стороны продолжают сражаться, несмотря на ряд соглашений о прекращении огня, обеспеченных посредниками, в том числе Соединёнными Штатами. Так, силы оперативной поддержки заявили, что продлевают режим прекращения огня ещё на 72 часа в ответ на международные призывы. При этом армия пока никаких комментариев не сделала. В то время как тысячи суданцев последние недели бежали в соседние регионы и страны, некоторые, наоборот, возвращаются. Например, Мохаммед. Сначала он переехал в дом своей тёти вдали от Хартума. Однако из-за огромного наплыва людей, квартиры так и не нашёл. Плюс там по 15 часов в день отключают электричество. В итоге вернулся домой в Хартум. «Это было место, где я чувствовал себя в безопасности. Но теперь слышу взрывы и выстрелы. Вижу умирающих на улицах людей, столкновения, авиаудары. Слышу звуки военных самолётов». Между тем, тысячи суданцев продолжают оставаться в ужасных условиях в стихийных лагерях в Чаде. В страну уже бежало до 20 тысяч человек. Ожидается, что их число резко возрастёт, если бои активизируются.